Мы не продаем квартиры, мы продаем вид. Сейчас посмотрим двухэтажную квартиру, потому что здесь самые дешевые квартиры. И вот такой вот вид. Тишина и спокойствие. Друзья, всем привет! Меня зовут Сотников Максим. Я проживаю в Китае уже очень много лет. Сегодня будет очень интересный видеоролик про очень потрясающее, красивое место, которое находится в Китае, на юге Китая, в городе Хуйчжоу. Это побережье моря, Китайского моря. И это наша деревня, называется Сильвера Бич. Очень известное место. Я про него записывал уже не одно видео. Оно вот здесь, 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 здесь. Я не знаю, там видео 4 или 5. Очень много информации рассказал про этот район. Кто не знает, кто не в курсе, кто не смотрел предыдущие видеоролики, обязательно переходите, смотрите. Ссылки оставляю в описании. Есть очень много вопросов, мало ответов. В этом видео я вам покажу стоимость квартир в этом районе. Они очень дешевые. Квартира есть за 30 тысяч долларов, есть за 40, есть за 50. Просто мечта многих людей. Купить квартиру на побережье моря, жить. И здесь, конечно, нужно освоиться. Как освоиться, что для этого нужно, как переехать в Китай, приобрести дешевую квартиру на побережье моря. И каждое утро можно выходить на пляж. В этом видеоролике я обязательно все вам расскажу. Всем приятного просмотра. Обязательно поставьте лайк, напишите комментарий. Кто не подписан, подписывайтесь. Обязательно не пропустите новые серии с этого района. Ну и вообще про жизнь и бизнес в Китае. Всем приятного просмотра. Хотел бы вам еще сказать, у меня вышел недавно новый курс про переезд Китая. Что для этого нужно, на что нужно обращать внимание, на какие нюансы. Обязательно тоже переходите. Ссылка в описании. Сайт Бусти. Будет очень полезно. Регистрируйтесь. Смотрите видео, которого нету на Ютубе. И мы начинаем. Насколько большой этот район и что здесь есть? Начиная вон с тех гор. Гостиница 5 звезд. Здесь туристическое место. Здесь очень много ресторанов, кафе и так далее. И идут квартиры. Квартиры это уже новые квартиры. Это совсем другой район. К сожалению, здесь купить квартиру будет нереально. Или для тех людей, кто уже оплачивал в Китае, как минимум два года налога, тогда могут купить. Но дальше, которые идут квартиры уже вдоль этого берега, там можно приобрести квартиру, даже не выходя из дома. Такая вот информация полезная. И причем здесь везде есть пляж. Очень удобно выходить. Очень хорошая локация. И здесь весь пляж, все море открыто. В любом месте можно выйти, прогуляться, искупаться и вернуться обратно домой. Друзья, давайте пройдемся по этому району. Посмотрим, какие есть квартиры, какая у них цена, как они выглядят. Потом продолжим разговор про этот район. Расскажу минусы и плюсы. И расскажу очень важную информацию, которую вам обязательно нужно знать, чтобы переехать в этот город. Самая дешевая квартира. Сейчас посмотрим двухэтажную квартиру. Это самый последний этаж, 29-й. Она очень большая и крутая. Вот такая вот квартира. Маленькая кухня, к сожалению, для такой большой квартиры. Маленькая кухня, но она есть. Вот такой вот зал. Огроменный. С огромной, огромное вообще окошко. Такой вот вид. К сожалению, не на море. Пойдемте посмотрим. Тут комната 1. Неплохая комната. Хорошая. Хорошая комната. Тут типа кладовки. Так, сейчас мы на второй этаж пойдем. Туалет, душ. Все стандартно. Комната 2. С хорошим видом. Высокие потолки. Очень высокие. Есть кондиционер. Поднимаемся на второй этаж. Тут огромное окошко. Тоже с видом красивым. Пока поднимаешься на второй этаж. Тут есть свой балкончик. Тут можно, я не знаю, делать барбекю. Можно сушить вещи. Что хотите, можно сделать. Тут еще один туалет и душ. И еще одна комната. Так, здесь маленький ребенок, видимо, раньше жил. Или, возможно, живет. Вау. 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 Мы попали на крышу. Это крыша. Здесь можно сушить вещи. Вот так вот, друзья. Такая квартира стоит 680 тысяч виани. 680 тысяч. Да, это немного дороговато для квартир. По цене квартиры в этом районе. Но это огромная квартира. И с огромной площадью. Это очень круто. Давайте пойдемте еще посмотрим другую квартиру. Намного дешевле. Но огроменная. Это прям как свой дом. Только на последнем этаже. Приехали в следующее место. Здесь есть одна квартира. Сейчас скажу, какая цена. И здесь. Здесь дешевле, чем там. Потому что здесь поменьше. Заходишь. Вот такой вот зал. 27 этаж. 27 этаж. Маленький балкончик. И с таким вот видом. Вид на поле. Кстати, про поля я тоже хотел сказать. Это частная собственность. И поэтому они что-то здесь выращивают. Но мне кажется, это скоро все выкупят. Здесь начнут новые стройки. Возможно, торговые центры и так далее. Как выглядит сам гарден. Как выглядит сам гарден со стороны. И есть на первом этаже. Есть садик. И вот такой вот двор. Что здесь есть? Есть кондиционер. Вот такой вот зал. Есть телевизор. Прям прикрыли, как у бабушки дома. Потом что? Тут даже часы, как у бабушки дома. Которые остановились, к сожалению. Так, здесь есть комнаты. Комната 1. Вот такая вот небольшая комната. Тут должен быть кондиционер. Тут кондиционера, к сожалению, нет. В кухне есть балкончик. На балконе есть стиральная машинка. Потом комната 2. Это комната 2. Она побольше. Есть кондиционер. И вот с таким вот видом. На самом деле вид неплохой. Вид неплохой. Туалет и душ. Но я знаю, что многие скажут, почему туалет и душ вместе. К сожалению, здесь не включили. Но есть окошко. Вот. Туалет и душ, да, они вместе. Потому что, в принципе, мало места. Поэтому, к сожалению, это так. Как-то можно будет... А, вот. Это максимум, что есть. Правда, все на туалет будет попадать. Каждый раз зато туалет мыть тоже неплохо. Помылся и помыл туалет. Эта квартира стоит 280 тысяч юань. В принципе, это хорошая цена. Но, возможно, можно поторговаться. Но, опять же, учтите. Цену, которую я говорю, 280 тысяч. Это не знаю, что вы приезжаете, 280 тысяч. Пойдете на стол и все это ваше. Там есть остальные затраты, о которых мы поговорим. Но они небольшие. Следующая квартира. Она уже стоит 380 тысяч. Здесь есть вот такой вот свой подъезд. Открытый. Без окошка. Тут уже квартира побольше. Побольше зал. Вид такой же. Такой же вид. Вот здесь кухня. Кухня, конечно, чуть-чуть поменьше. Но на кухне есть окошко открывается. Тоже плита не газовая. Комната 1. А вот тут уже, смотрите, раковина, туалет и душ. Душ уже отдельно. Тут закрываешь и моешься. Очень удобно. Комната 2 и комната 3. Да, друзья, к сожалению, комнаты небольшие. Здесь поставят только одну кровать. Но это больше выглядит на какую-то детскую комнату. Кстати, здесь нет кондиционера. Надо ставить. Кондиционер дорого не стоит. Мы находимся в Китае. Есть вот такая комната. Она уже чуть побольше. 380 тысяч юань за квартиру. Окошко. Открывается. В принципе, неплохой, неплохой вариант квартиры за такую цену. Эта квартира стоит, как моя машина. Мне кажется, в России и то машина статусом ниже стоит дороже, чем эта квартира. Идемте смотреть дальше. Мы просто гуляем по этому району. Показываем, что здесь есть. Здесь есть вон барбершоп. Вот. Постричься можно. Тут есть магазинчики, магазинчики. Здесь очень много магазинчиков с той стороны. Очень много еды. В основном китайская еда. Также есть русские рестораны. Причем здесь около 3-4 русских ресторанов в этом районе. Есть супермаркеты. Сейчас надвигаемся в супермаркет. Посмотрим, что там продают и какие цены на продукты. Также есть не только супермаркет. Но супермаркет, чтобы вы понимали, небольшой какой-то городской, а маленький компакт. Есть базар. Базар, рынок продуктовый по хорошим дешевым ценам. Тут даже вон магазин очков есть. Чтобы вы понимали, просто во двор не зайдешь. Тут все закрыто. Тут есть детская площадка. Поэтому, чтобы вы понимали, тут все районы, они все закрыты. Вот именно гардены. Просто так не зайдешь. Также здесь есть через дорогу мебель. Есть специальные магазины, где продают технику. Такую, как там пылесос, стиральная машинка. Есть вот аптека даже. Аптек, кстати, очень много здесь. Поэтому вы можете, в принципе, не переживать за то, что если нужно какое-то лекарство, но оно, конечно же, будет китайское. Это, получается, самое главное, туристическая улица. С правой стороны очень много всяких ресторанчиков. Вот не смотрите, что здесь нет людей, потому что сейчас на данный момент 32 градуса. Очень жарко. Китайцы, они боятся солнца. Поэтому они не уходят. Здесь будет очень много народу. Они здесь еще, видите, устанавливают такие палатки. И в палатках продают всякие чай с лимоном, какие-то закуски и так далее в этом месте. И здесь очень много людей будет гулять с маленькими детьми. Но это когда уже зайдет солнце. Супермаркет. Кстати, это местный таксист. Да. А, местный таксист. Вот такой вот супермаркет. Как он выглядит? Есть молоко, есть закуски, есть алкоголь, есть шампунь, зубная щетка, зубная паста, китайская зубная паста. 25. Есть практически все. Туалетная бумага. Опять какие-то закуски. Закуски. Мыло. Китайская лапша. Очень вкусная китайская лапша. Стоит 5,5 юаней. И здесь можно продукты купить. Есть арбузы, дыни, картошка, яблоки, огурцы, зелень. Вообще практически все. Яйца есть, все, мандарины. Причем цены очень дешевые. Кому интересно посмотреть, сколько здесь цены стоят в таких супермаркетах, можете посмотреть мое предыдущее видео про этот район. Я подробно ходил по этому супермаркету и показывал цены. Думаю, вам будет очень познавательно посмотреть мое предыдущее видео про это место. Приехали в следующее здание, в следующий гарден. Такой вот подъезд с парковки. Шестой этаж. Здание староватое, но очень крутое. Вам понравится квартира. Причем я квартиру покупал тоже не в новом гардене. Примерно 2011-2012 года. Какой подъезд? Какой подъезд? Тут заблудиться можно. Офигеть. Ну, хотя я здесь был, просто после того, что мы смотрели, шикарный вид на море. А тут на другой стороне вид на виллы. Очень круто. Так он перепутал, как раз, на девятом этаже. Потому что тут заблудиться очень легко. Девятый этаж, мы приехали, это следующая квартира. Очень крутой подъезд. Что здесь интересно? Тут очень мало людей. Вот такой вот интересный подъезд. Кстати, многие задают вопрос, что это за вода. Там стоит вон у входа, бутылка воды. А на самом деле для чего это стоит? Для счастья. А на самом деле это я пошутил. Это от специального вода стоит, чтобы открывать дверь. Воду подставил и чтобы не сдувало. Следующая квартира. Вот такая вот туалет. Причем немаленький. И вот здесь напротив душевая. Это такая вот кухня. Так, тут везде есть свет, просто он сейчас на данном моменте не работает. Вот такая вот просторная, большая комната. Если купить эту квартиру, то можно тут даже вообще закрыть. Вы можете здесь сделать ремонт. И посмотрите, какой вид. Огроменный балкон. Вот с таким красивым вот видом. С белоснежным морем. Сколько стоит эта квартира? Эта квартира стоит 320 тысяч ювян. 320 тысяч. Но мне кажется, здесь нужно все-таки сделать ремонт. Ремонт стоит недорого сделать в квартире. Ну, с таким, тем более, подъездом, кстати, здесь есть такой вот шкафчик. Здесь тоже сделать надо дополнительную дверь. Это тоже стоит там 2000 ювян недорого. Круто. Тут даже кондиционер не нужен, потому что открываешь дверь, открываешь балкон и сразу все продувает. И причем продувает, пахнет морским, морской воздух. Почему? Потому что прям у моря. Но самое интересное, что вы оплачиваете не за эту квартиру, вы оплачиваете за такой вид. 320 тысяч ювян только вот за один вид. А квартира выходит вам в подарок. Да? Это так и есть. Тут покупайте вид. Квартира бесплатная. Мы не продаем квартиры, мы продаем вид. Квартиру мы даем бесплатно. Это, кстати, как Феррари говорил. Я основатель Феррари, я знаю вообще не в тему. Он говорит, мы не продаем машины, мы продаем моторы. Мотор стоит своих денег, а все остальное это в подарок. Тут то же самое. Покупайте вот такой вот вид, квартира бесплатная. Это все в подарок. Как выглядит этот район? Просто гуляем сейчас, рассказываем. Здесь есть гарден, тут есть гарден, там есть гарден. В каких-то из этих гарденах мы сегодня смотрели уже квартиры. Там есть автобан. Причем это у кого, если будет машина, если даже нет машины, можно на такси доехать до города. В сторону автобана примерно отсюда около трех километров. До центра Шенчжена на машине ехать час-десять минут. Почему мы вообще здесь идем? Здесь есть садик. Это один из самых хороших садиков, который находится здесь, на нашем районе. Есть еще дополнительный другой садик, но он поменьше и подешевле. Этот садик стоит один семестр 12-18 тысяч юань. Почему 12-18? 12-18 без английского языка, 18-18 с английским языком. Есть другой садик, там английского нету, 8 тысяч юань. Это один семестр, полгода. В принципе, цена хорошая. Садик тоже хороший в таком месте. Видите, насколько здесь комфортно даже просто идешь по дороге. Ну, машин нет. На самом деле это тоже хорошо, удобно. Нету шума, нету людей. Вот есть только какие-то наши местные такси, про которые я вам сейчас скажу. Это одна из самых хороших гостиниц, которые находятся в нашем этом районе. Но это не только одна единственная хорошая. Есть другие, есть дешевле. Цена гостиницы примерно выходит около 200-300 юаней. В, кстати, это такси. Нет. Это такси наше местное. Вы просто говорите, куда ему нужно. Вот здесь тоже. Местное такси. Вот. И цена за гостиницу примерно от 150 юаней, 150 до можно найти за 800 юаней. Ну и как бы вот так. Вот эти квартиры, которые здесь есть возле садика, там видно в некоторых квартирах вид на море, но не совсем. Конечно, хорошо, потому что море с правой стороны. А с правой стороны там есть супермаркет, есть Макдональдс. Кстати, в этой гостинице есть KFC, но он еще пока в данный момент не работает, потому что еще не настало лето. Когда настанет лето, будут каникулы, здесь начнут приезжать туристы и KFC откроется. Вот такая вот парковка в этом здании, к которому мы только что приехали. Здесь практически нет машин. Почему? Это здание находится в самом дальнем районе. До сюда добираться немного сложновато. В некоторых местах дорога очень плохая, но все же. Почему мы приехали посмотреть в этом доме? Потому что здесь самые дешевые квартиры в этом районе. Даже здесь парковка открытая с видом на море. Вы видели когда-нибудь парковку с видом на море? Это здесь. На самом деле здесь тоже очень комфортно. Чистая, хорошая парковка. Паркуйся, где хочешь. Очень удобно. Пойдемте посмотрим квартиру. Как выглядит подъезд в этом доме? Тоже все чисто. Причем здесь 34 этажа. Есть вентилятор. Потому что здесь очень жарко. Вот. Ну, давайте посмотрим квартиру. Очень дешевая. Это одна из самых дешевых квартир. Причем не переключаемся. Досмотрим до конца. Есть еще лучше квартиры и еще дешевле. Квартира находится на седьмом этаже. Какой вид в другую сторону? Здесь стройки. Застройки. Ну, приятный вид, кстати. Здесь вид на горы. Так, он в какую сторону пошел? А куда он пропал? Так, у нас риэлтор куда-то резко пропал. Вот, посмотрите, какой двор. Какая тишина. Как круто. Вот такая вот квартира. Туалет. А, это душ. И туалет. Причем бойлер. Умывальник. Огромное место. Как бы кухня. Нужно покупать электрическую плиту. Вот. Все есть. Заходишь, и здесь вот такая вот комната. Сейчас давайте скажу, сколько стоит цена. Есть вот небольшой шкаф. Есть кондиционер. Практически все новое, друзья. Хороший ремонт. И вы удивитесь. Эта квартира стоит в два раза дешевле, чем моя машина. И давайте посмотрим вид. И вот такой вот вид. Тишина и спокойствие. Тут сзади есть двор. Никого нет. Есть место для детей. Видно, вода прозрачная, но немного грязноватая. Ну, это побережье, это понятно. Там яхта-клуб. Вот такая квартира. С таким огромным балконом. Я давайте не будем говорить, сколько здесь квадратных метров, потому что квадратный метр по китайским меркам считается чуть по-другому. Кто смотрел мои предыдущие видео, тот понимает. Будем говорить просто цену. Сколько квадратных метров вы сами плюс-минус понимаете. Эта квартира стоит 238 тысяч юань. 238 тысяч юань, друзья. Туалет, тушь, комната, огромный балкон и вид. Представьте, вы купили эту квартиру, вы просыпаетесь утром, встаете в 7 утра, выходите на балкон и вот с таким красивым видом. К сожалению, еще сегодня погода такая не очень хорошая, но вид даже на мост есть. Красота и спокойствие. Тишина. Ну и, кстати, есть свой пляж. Вы можете рано утром прийти туда на пляж и искупаться. Это собственный пляж этого гардена. Самая дешевая квартира 230 тысяч юань. Плюс-минус, как предыдущая, туалет и душ. Заходим, здесь кухня, большая комната. Да, ремонт так себе, поэтому она и самая дешевая, чтобы вы понимали. И почему она еще самая дешевая? Потому что это четвертый этаж, ну и вид просто во двор. Но зато тоже есть плюсы. Здесь спокойно. Нету этого звука, моря, людей. 230 тысяч юань, вот эта квартира. Это очень дешево. Дешевле квартиру? Ну, я не знаю, возможно, можно найти будет, но очень сложно. При этом это в хорошем районе, где вы вышли, там и Макдональдс, и КФС, и супермаркет, там есть все. Ну и плюс, есть недалеко автобусы, чтобы доехать до Шинджина. Как бы сам район этого дома, сам и Гарден, он неплохой. Приехали в соседний район, он называется Ван Гог. Здесь есть много домов и квартир. С левой стороны, с правой. В общем, их куча. И какой здесь еще плюс этого района? Ну, есть огроменный минус. Но этот минус не такой страшен для некоторых людей, которые хотят арендовать квартиру в этом районе. Здесь аренда квартиры стоит примерно от 900 юаней до 3-4 тысяч обычная квартирка. Можно найти там за 2-1,5 тысячи юаней, это не проблема, один месяц. Но здесь есть туристическое место, здесь очень много ресторанов, кафе, Макдональдские офиси. Здесь есть набережная, здесь есть пляж, здесь много ресторанов, прогулочная зона. В общем, одни плюсы. Но есть огроменный минус. В этом районе нельзя покупать квартиру иностранцам. Это тем, кто не оплачивал налог в Китае минимум 2 года. И поэтому нет никакого разрешения. В общем, нужно разрешение на работу, чтобы здесь можно было купить квартиру. Но жить, арендовать не проблема. Еще раз повторяю, вот в этом районе, район Ван Гог, здесь купить квартиру нельзя для тех людей, кто не оплачивает налог в Китае минимум 2 года. Но арендовать здесь можно. А в соседнем районе, где до этого мы вам показывали квартиры, там купить можно без проблем. Там можно даже, в принципе, не приезжать в Китай. Вы можете отправить паспорт, здесь за вас мы можем подобрать любую квартиру и купить. Но не в этом районе, еще раз повторяю. А вот в соседнем, где более-менее старые дома и более-менее старый район. Поэтому по закону, почему так происходит? Потому что по закону, по документации, этот район считается другим районом. В том можно, в этом нельзя. Что здесь есть в этом районе? Есть Макдональдс. Чуть дальше там есть кофе-сей. Если вот по прямой идти, мы доходим прямо до набережной. Здесь есть китайские рестораны, это в основном. Но не из китайских, тут есть сабвей. Только сабвей. В основном, а, вот и пицца есть. Все. Больше ничего нет. Но вы не смотрите, что здесь никого нет. На самом деле, опять повторюсь, как потемнеет, здесь будет очень много народу. Особенно в выходные. Какие здесь есть рестораны? Здесь есть вьетнамская кухня. Вот. Или тайландская. Тайландская, вьетнамская. Тут есть смузи. Вот, смузи любые. Кстати, гостиница. Сколько она стоит? 400 ян, 1200, 2200 и 100. Большой дом на берегу моря, 320 квадратных метров, стоит 2200 ян. Вот так вот. Ну, как бы, недешево. Есть аптека. Аптеки очень много. Есть также опять смузи. Очень много смузи. И самое главное, друзья, есть 7-11. Это очень круто. Давайте поговорим про минусы в этом районе. Самый первый минус, это то, что, как я и говорил в предыдущих видео, что здесь нет больницы. Но после того, как я выпустил последнее видео про этот район, у нас уже открыли небольшую больницу, которая находится в этом районе. Туда, если ребенок заболел или вы заболели, вам нужно прийти на осмотр, там все посмотрят, выпишут вам лекарства. Но до этого, раньше этого места не было. Это первый минус. Минус, опять же, минус плюс. Как бы больница вроде бы есть, вроде бы ее нет. Следующий минус, пока я не дошел до этого минуса, но решил заранее сказать, это то, что очень сильно ноги чешутся. Они у меня аж покраснели. Потому что, когда ты ходишь здесь в шортах, всякие букашки кусают твои ноги. И они прям очень сильно чешутся. Это огроменный минус, но это не только в этом районе. Это вообще на юге у нас Китая есть эти букашки. Но я думаю, что в Таиланде, где-то во Вьетнаме это то же самое, там все это есть. Третий минус, то, что здесь нет большого торгового центра. Обещает, что в течение пяти лет построят здесь торговый центр. Огромный торговый центр. Я понимаю, что торговый центр, в принципе, никому не нужен. Но, опять же, знаете, когда вы живете в какой-то, можно сказать, это деревне. В деревне тебе охота пойти покушать больше, чтобы выбора еды была. Или купить там вещи. Или развлекательный какой-то центр для своих детей. Это все есть в торговом центре. Но его еще не строят и не построили. Но, как говорят, через пять лет он будет. Посмотрим, поживем, увидим. Но ближайший торговый центр отсюда находится на машине 25 минут. На автобусе ехать минут 40-50. К следующему минусу переходим. Самая ближайшая станция метро отсюда. Это тоже на автобусе нужно ехать около часа. И проехать как минимум 40 остановок. Этот минус покрывает одним плюсом. Плюс какой-то то, что у нас есть практически по всему району. Автобусные остановки, специальные автобусы, которые едут в центр города Шенчжен. Они доезжают за полтора часа. Примерно цена от 10 юаней до 25 юаней. Это в одну сторону. Следующий минус для меня, он очень глобальный. Я пообщавшись с многими людьми, они говорят, что это не минус. Для меня это огромный минус. Мы все разные люди. Возможно, и для кого-то это тоже будет минусом. Это то, что здесь очень спокойно. Но тут прям максимум спокойствия. Даже если какие-то праздники. Кстати, это тоже следующий минус. Очень много народу. Или суперспокойно. Или много народу. Но опять же, когда много народу, вечные пробки, много людей. Может даже быть такое, что после праздников многих людей будет очень много мусора. Но мусор это очень быстро убирается в течение одного вечера. Но само вот про минус я продолжу спокойствие. Это то, что здесь нету никого. Тут тихо. Тут очень сложно работать. Поэтому даже бывают такие моменты, что мне нужно где-то посидеть, поработать по своей работе. Также хотел бы прорекламировать себя, сказать, что я работаю здесь в сфере услуг. Такие, как поиск пользовщиков, инспекция товара, гид-переводчик. Любые услуги по Китаю. Обращайтесь к моему менеджеру по этому номеру телефонов. Здесь работать очень сложно. Очень сложно то, что такое ощущение, как будто ты всегда уставший. У тебя нет энергии. Мотивации недостаточно. Но это лично мое мнение. Может кому кто-то энергичный человек, такой же, как и я, решит сюда переехать. Для вас это тоже будет минусом. Поэтому, на самом деле, я стремлюсь отсюда переехать как раз в большой город, в Шенчжин, в центр города, где все есть. Есть больницы, есть супермаркеты, есть все. Ты выходишь с 7 утра, а уже начинаются пробки. Меня это мотивирует работать. А когда вот это спокойствие всегда, каждый день с утра до вечера, и тем более с 7 вечера, как темнеет, все, тишина. Это немного меня напрягает. Но это единственный минус, который мне не нравится, но для многих это плюс. Следующий минус, это, наверное, для многих людей, которые хотели бы сюда переехать, но не знают, как оформить себе документы и остаться здесь на долгосрочном жилье. Это, наверное, глобальный минус для многих людей. Но, опять же, пандемия закончилась полтора года назад. Сейчас все это восстанавливается до сих пор с визами. Возможно, скоро начнут визы делать уже годовые, там, с выездом из Китая 90 дней, и вы можете просто каждые 90 дней выезжать в Гонконг, возвращаться обратно и возвращаться в свой дом здесь же. Или, допустим, если вы прямо решите прямо переехать сюда, у меня есть курс про переезд в Китай, вы можете тоже, ссылка в описании, посмотреть, как переехать, что для этого нужно. И скоро будет новый курс про работу в Китае, как здесь основаться, с чего начинать, как развиваться, как работать с китайцами и много интересного. Я думаю, для вас будет полезно и скажу наперед, что вам нужна компания, регистрировать компанию, здесь уже освоиться и получать рабочую визу. То тогда, как и, в принципе, я здесь, вы можете основаться и жить на долгое время. Но, опять же, по моему опыту тех людей, которые раньше приезжали смотреть здесь квартиры, многие хотят купить только для того, чтобы здесь прожить зиму. Потому что зима у многих холодная, и у кого-то есть такая возможность сюда переехать на месяца 3-4. Кстати, следующий минус – это то, что очень жарко. Решили купить смузи холодный, потому что на улице очень жарко, и при этом сейчас только начало мая. Июнь-июль – это просто будет, вы будете себя чувствовать там, как в парилке на улице. Очень невозможно находиться. И при этом многие, опять же, переехав сюда, говорят, скоро настанет вечер, будет прохладно. Вечером, на самом деле, прохладнее не становится. Температура также держится очень теплой, и здесь очень жарко. Один из минусов. Ну и, в принципе, какие минусы еще есть? Наверное, никаких. Все сделано для условий комфортной жизни. Дешевая недвижимость, Китай, пляж, море, спокойствие. Это то, что нужно многим людям. Теперь давайте говорить про плюсы. Какие плюсы? Первое – это то, что юг Китая. Второе – это недалеко от Шинчжина, Гончжо. Третье – дешевая недвижимость. Четвертое – здесь все есть, спокойствие, безопасность. Тут очень мало людей, и безопасность везде, камеры, все гардены закрыты. Это тоже очень важно. Следующий плюс – это, наверное, море, набережная. Я думаю, что много моря, многое, где есть в своих дворах, что, в принципе, далеко не надо идти, ехать никуда не нужно. Вышли сразу из дома в плавках и сразу нырнули в море. И возможности, возможности, то, что вы находитесь в Китае и можете развиваться здесь и работать в какой-либо любой сфере, которая связана с Китаем, и зарабатывать деньги. Это, наверное, плюсы, которые есть вообще в Китае, в этом городе, в нашей деревне Сильвера-Бич. Ну и самое главное, чтобы здесь основаться, это, конечно, купить квартиру, которая стоит недорого. Тут есть частная школа, но это дорогая школа. К сожалению, у меня нет информации по этой школе, но я знаю, что здесь учатся некоторые иностранцы и много детей, которые тоже учатся в этой школе. Это район Ван Гог, и на территории частной школы есть футбольная, баскетбольная и большой теннис площадки. И любой желающий может сюда приехать и поиграть на этих площадках. Тут есть несколько школ, две международные, получается, две частные школы и две государственные школы. Я слышал про то, что в эти школы тоже поступают наши русскоязычные дети. Тут есть еще одна школа, но это какая-то дорогая, BIPH. Вот полное название. Возможно, кто-то заинтересуется и решит. Хотя бы в интернете можно посмотреть. Выглядит она вот так. Прямо у нас на районе Сильвера-Бич. Через дорогу начало автобана. Тут заезжаете на автобан и в сторону Шинжина ехать 20 минут и выходит по автобану до Шинжина 19 в ян. Но это или отсюда вы выезжаете с этого автобана и заезжаете вот к нам на Сильвера-Бич. В Сильвера-Бич находится на самом деле отсюда еще ехать минуты две. Первый район называется Вангог. Там, еще раз повторяюсь, квартиры купить, если вы хотите, то обязательно нужно оплачивать два года минимум налога в Китае, иметь разрешение на работу и только после вы сможете в этом районе покупать квартиру. Вот с правой стороны вот эти дома, это все Вангог. Это новые квартиры, новые дома. И, кстати, даже видно, что мало кто здесь живет. Сейчас мы будем ехать в сторону Сильвера-Бича. Я вам все покажу, как это выглядит на самом деле. Поэтому Сильвера-Бич и Вангог это, в принципе, плюс-минус, это одно и то же. Но по документации, когда вы покупаете квартиру, это совсем два разных района. И они не идут как один-единственный район. Это два совсем разных района. И вот с левой стороны можно увидеть, там небольшая деревушка. Мы даже можем заехать, но туда смысла в деревню заезжать нет, где маленькие домики, старенькие домики. Там люди живут. А вот с правой стороны, это уже большие эти новые дома в Вангоге. Это все Вангог. Кстати, здесь в Вангоге есть пару ресторанов. Есть один даже полу-русский, полу-европейский ресторан. А на Сильвера-Биче есть один русский ресторан, есть кавказский ресторан, кавказская кухня. И, насколько мне известно, вроде бы там еще что-то есть. Но самое интересное, то что, живя здесь, в этом районе, если вы познакомились уже с местными людьми, вот как раз русскоязычными, я думаю, вы еще найдете какие-то варианты еды. Может, кто-то здесь готовит русскую еду. Но, опять же, смысл покупать у кого-то, если самому можно приготовить. И это все купить у нас на рынке. Получается, Вангог вот с правой стороны заканчивается, и начинается следующий район Сильвера-Бич. Это даже можно по этой дороге понять. Вот посмотрите, насколько гладкая, хорошая дорога сейчас идет. Это Вангог. Он считается район подороже. И вот сейчас резко закончится хорошая дорога. Это мы заехали в Сильвера-Бич. И здесь, кстати, автобусы с правой стороны. Это автобусы в Шенчжен. Вот, все, дорога уже изменилась. Худшая стала. Это уже квартиры все, которые вы видите. Кстати, вот сейчас даже можем посмотреть, насколько они все заселенные. Вот такой вот вход на Сильвера-Бич. И тут мы подъезжаем к пяти звезд гостиницу. Главную у нас на Сильвера-Бич, правой стороны. Как видите, район здесь немного пустоват. И, кстати, можно по домам вечером посмотреть, что они не все заселенные. Но это тоже нужно вычтить, что в это время сейчас многие выходят гулять. Это наше место такси. Которые довозят по Сильвера-Бичу или до Ван Гога примерно за 15-20 вианей. С правой стороны у нас Макдональдс Кэфиси. Это садик с левой стороны, который мы проехали и сегодня показывали. И дальше едем уже в центр этого Сильвера-Бича. Мы сейчас просто катаемся. Я вам показываю, как это все выглядит без всяких нарезок. Конечно, какие-то нарезки были, но, по крайней мере, плюс-минус вы понимаете. Вот дома, можно посмотреть, они полузаселенные. Даже заселенных там, ну, процентов 5, наверное, всего дома. Но еще раз учтим, что многие сейчас не дома. Возможно, кто-то на работе, возможно, кто-то гуляет сейчас на улице. Хотя время уже 7 часов вечера, как раз время погулять. Есть очень много таких маленьких мопедов. Вот, можно посмотреть, очень много пожилых людей здесь проживает. Прям очень много. И как раз очень много пожилых людей с Гонконга. Недавно, где-то месяц назад, гулял по Гонконгу. И прямо в центре города там была риэлтовская компания, которая продавала квартиры на Сильвера-Бич. И причем продавали, ну, очень дорого. У них очень большой процент с продаж квартир вот как раз в Гонконге. Если они находят какого-то клиента, кто готов купить. И сейчас очень популярно покупать. Здесь, с правой стороны, базар-рынок. Здесь можно купить продукты. Очень много продуктов. Здесь много овощей. И туда вход в рынок базар. Ну, и также здесь рестораны. А это на дороге стоят зазывалы, которые предлагают еду. Это они предлагают еду. Ну, и бесплатную, так сказать, парковку, если вы у них кушаете. Но сейчас не туристическое время, поэтому свободных мест очень много. Так, сейчас мы опять выезжаем на главную дорогу. Нам направо. Если честно, это очень опасная дорога. Кто будет жить здесь на мопеде, катайтесь очень внимательно. Потому что здесь очень много людей, которые выезжают и на мопедах, и на машинах супер неаккуратно. Очень опасно. Здесь часто происходят аварии. Поэтому тут нужно просто быть внимательным. С правой стороны это все дома Сильвера Бича. Ну, это понятно, конечно. Это дома, которые на побережье. Побережье, которые дома, они за этими домами. Мы сейчас подъедем, я вам покажу. Тут происходит какой-то ремонт. Кстати, тоже популярный вопрос. Многие задавали, есть ли какие-то изменения с тех пор, пока я сюда переехал. Я здесь живу уже почти полтора года. И скажу так, изменения, конечно, есть, но они не колоссальны. С таким ли темпом может ли развиваться Сильвера Бича, чтобы, допустим, через пять лет здесь сделать большую больницу или торговый центр, это, конечно, под вопросом. Это все зависит от того, как будет развиваться этот район. Но пока с тем темпом, что я вижу, за год, за полтора, сказать сложно. Здесь очень много закусочных. Есть пельмени, есть шашлыки с левой стороны. Вот. Кстати, там есть магазинчик пельмень. Прям наши домашние пельмени недорогие за порцию примерно 18 юань. А с правой стороны это уже очень много всяких китайских ресторанчиков. Но они больше предназначены, мэри продуктов предназначены как раз для... Вот у него там написано кушать чефан на китайском. Вот, предназначены для туристов. Напротив нас это уже само вот это популярное место, так сказать, где очень много народу гуляет каждый вечер. И стоят здесь таксисты. И наш супермаркет Ван Цин. Тут вечером продают закуски, арбуз. ананасы. И с правой стороны сейчас мы будем проезжать, будут стоять автобусы. Это автобусы в Шинчжен. Вот эти. Это автобусы в Шинчжен. Если, допустим, вы живете в каком-то из этих домов, вы просто вышли на первый этаж и за сколько там... Примерно 25 юаней вы можете доехать до Шинчжена. И также автобусы с центра Шинчжена возвращаются сюда, на это место. И едет автобус полтора часа. Вот. Вечером выглядит плюс-минус это все так. Немного темновато, но в принципе народ есть, машины есть. Не сказать, что прям очень здесь безлюдно. Давайте посмотрим, насколько далеко ехать до ближайшего торгового центра и до большой больницы. Мы сейчас выехали и навигация говорит 38 минут. Вот. Но 38 минут это не по автобану. По автобану выйдет где-то примерно 25 минут. Но мы доедем, я вам засниму, как это все выглядит, что там есть. И вернемся дальше, продолжим снимать про Сильвера Бич. Прошло у нас 19 минут. Ровно 19 минут с того момента, как мы выехали. И вот этот один большой у нас торговый центр, который находится недалеко от нашего района. Вот. 26 километров, 19 минут. Ну, грубо говоря, за 20 минут мы доехали. Поэтому, в принципе, ну и тут до метро ехать осталось около 10 светофоров и примерно тоже 15 минут на машине. До ближайшего метро Шенчжена. Ну, в принципе, недалеко. Ну, к сожалению, дождь пошел, не очень хорошая картинка, но все же. Сейчас зайдем в торговый центр, чуть-чуть прогуляемся, покажем, как это вообще все здесь происходит, что тут у нас есть, и потом возвращаемся обратно к нам на Сильвиробич. Как выглядит торговый центр? Здесь есть все для дома. Это первый магазин. Таких магазинов здесь куча. Очень много одежды продают. Женская, амурская, Адидас, Найк, Макдональд, Старбакс, тут есть Сазырия. Очень популярное место иностранцев, где все питаются, особенно наши русскоязычные люди, потому что там очень дешево и как бы вкусно, но Сазырию я не очень люблю. Здесь можно купить машину X-Pen, Home-Chi, BYD и так далее. Ну и просто, почему я всегда говорю, что минус, у нас нет торгового центра, это вот как раз тут даже вот золото можно купить. И за то, что ты можешь просто вот в плохую погоду прийти, прогуляться чуть-чуть по этому торговому центру, это очень удобно, интересно, и взять свою дочку, жену, и есть много выбора всяких ресторанов. Поэтому как бы минус нашего района, это вот, к сожалению, два торгового центра и больница, которая здесь недалеко. И, кстати, там есть KFC, Uniqlo, развлекательные детские всякие там на третьем, четвертом этаже. Есть вообще все. И, ну вот, поэтому мы приехали, чтобы вам показать, что от нашего района Сильвера Бич на машине выходит 20 минут ехать до суда. Ну и ближайшая больница здесь тоже недалеко, поэтому как бы все очень рядом. Смотрите, золото в виде поросенков. Кстати, здесь есть недалеко Walmart, это большой супермаркет. Есть еще супермаркет на минус первом этаже, который мы сейчас идем. Вообще, зачем мы сюда приехали? Мы приехали работать, очень много работы, и при этом, видите, мы для вас стараемся снимать видео, даже еще не обедали. Поэтому обязательно поддержите, поставьте лайк, напишите комментарий, кто не подписан, подписываемся, и продолжаем смотреть. Uniqlo, очень большой, огроменный. Тут можно купить лисян даже, машину. Мы сейчас пришли опять на набережную, хотел показать вам, что есть KFC. Я знаю, многие подправляют, мне говорят, что я не совсем правильно, наверное, говорю, это название, ну в общем, это набережная. Сейчас немного грязное море, но мы к нему подойдем, покажем, на самом деле, это не грязное, это шоколадное, или со вкусом кофе. Это шутка. Почему сейчас такое коричневое море? На самом деле, это не грязь. Это из-за того, что сейчас у нас были очень большие ливни, поэтому такой цвет. Ну и плюс, очень свежо на улице после такой погоды. Что я хочу сказать? Хочу сказать, что здесь, ближе к лету, или даже, скажу конкретнее, наверное, с апреля, каждый год, с апреля до сентября, практически, у нас какая погода? У нас всегда дожди. Конечно, бывает солнышко, но это для нас очень большая редкость. В основном, дожди, дожди, дожди. Летом, дожди, зимой у нас хорошая погода. Хорошая погода, опять, это какая? Это, наверное, самое холодное, сколько это может быть? Это, наверное, градусов 5, и то это ночью. Днем, может, 10-15, иногда, может, даже и все 25 быть, но все равно прохладно. Сейчас у нас, что, 7 мая, 5.40 вечера, сейчас уже будет темнеть, и на улице где-то плюс 28. Но это, опять же, после дождя. Никого нет, вообще никого. Это классно. Кстати, это для меня минус, но для многих это, конечно, плюс того, что здесь тишина. Если мы сейчас резко окажемся в Шинжине, там будет очень много машин, пробки, люди. На самом деле, мне это больше нравится. Здесь какое-то спокойствие. Мне кажется, это место, кстати, почему здесь очень много пожилых людей? Наверное, им спокойно здесь. Это место предназначено как раз вот для пожилых людей. Для тех людей, которые, наверное, уже прожили свою жизнь и хотят уединиться, жить в спокойном месте. Для них это, наверное, будет прям самое лучшее место. Но для молодежи в принципе тоже нормально, потому что здесь можно экономить, здесь можно дешево жить. Самое главное, это, конечно, недвижимость. Не знаю, мне больше тянет в город. В городе поинтереснее. Море сейчас такого цвета, потому что были сильные дожди. Здесь очень сложно держать равновесие. Я хочу лицом к вам записывать видео, вот поэтому так иду. И что хочу сказать по поводу лодок. Очень интересная информация, что здесь очень много русскоязычных людей, которые проживают на Сильвера Бич, они здесь сами покупают такие лодки или скутеры. Кто-то покупает маленькие яхты. Кстати, очень много людей, которые интересуются яхтами и спрашивали меня по поводу того, можно ли приобрести яхту здесь и поставить ее где-то на хранение. Тоже есть такие места, сколько это стоит. Цены не помню, но потому что я не интересуюсь вообще лодками и яхтами. Но знаю, что многие русскоязычные люди, кто покупается и ставит здесь в эти места, они говорят, это самые дешевые места. Цены на то, что прокатиться здесь на лодке или на квадроцикле стоят примерно плюс-минус, как в Таиланде. Хотел сказать дешевле, но на самом деле нет. Мне кажется, выгоднее даже если ты сам покупаешь эту лодку или квадроцикл и здесь ее где-то ставишь на хранение. Если тем более вы любители вот этого всего, то это, конечно, это круто. Это то место, куда нужно переезжать. А по поводу моря, оно не всегда такое коричневое. Коричневое это из-за ливня, дождя. Завтра опять оно будет полупрозрачное, можно так сказать. Опять это все зависит цвет моря от чего? От цвета неба. Небо синее, синее море. Небо серое, серое море. Но сейчас оно прям коричневое, подтверждаю. Шоколадное. По поводу больницы. Повторюсь, есть большая больница, но до нее добираться на автобусе минут 40, на такси примерно 40-50 юань, около 25-30 минут. Наверное, тоже очень популярный вопрос. Во-первых, это дорого или недорого? И второе, говорят ли на английском или русском языке? Даже такие вопросы были. В китайских больницах разговаривают ли на русском? Нет. В китайских больницах даже на английском не факт, что кто-то говорит. Поэтому только на китайском языке, только через переводчик. Кто не знает китайского языка? Сейчас видео не об этом. Есть дополнительно другую больницу, которую сейчас у нас построили. Она здесь, недалеко у нас на районе. Там тоже есть врач. Возможно, этот врач будет говорить на английском, потому что многие здесь живут все-таки не зная китайского языка. Возможно, уже начинают обращаться к этому врачу. И насколько мне известна информация, это не один-единственный врач здесь, их несколько, не имея больниц. Поэтому, когда вы переехав сюда, вы, я думаю, сами разберетесь и поймете, где с кем общаться и где находить таких врачей. По поводу переезда. Если не важно, вы покупаете квартиру здесь или снимаете ее в аренду, обязательно, не забываем, прописываться в полицейском участке. Какой полицейский участок, вам скажет агент или если мы вместе с вами будем работать, я вас могу даже за руку привезти в полицейский участок, помочь там прописаться. Это обязательно. С первого дня, как вы приехали, гостиница не считается, гостиница автоматически прописывает в полицию всех людей. Но, когда вы переезжаете в квартиру, там нужно с первого дня прописываться в полицейском участке. Это обязательно по закону нужно. Кто не пропишется, в дальнейшем будут проблемы. Вопрос наверное по банкам. Где есть банки? Банки на самом деле здесь есть, но некоторые банки они есть, но они закрыты. Очень много банкоматов. Но если прям нужен полноценный банк, то это нужно будет ехать опять в сторону большой больницы или в сторону большого торгового центра. Там в округе есть очень много банков. Поэтому, как бы, если даже кто-то за что-то переживает, что очень сложно это найти или невозможно, на самом деле это все легко делается, только после того, когда вы сами все разобрались и поняли, где что, когда ехать, без проблем все надеете. Как бы, на все про все вам нужно время около, наверное, двух недель и вы здесь будете как у себя дома. Что здесь есть из развлекательных центров? Вот именно у нас на Сильвере Бичи, наверное, есть кинотеатр, к которому мы сейчас пойдем, я вам покажу. Улица ресторанов, по которой мы тоже ходили, я вам показывал. Самое главное, это, конечно, пляж. Есть вот тот остров, на тот остров можно добраться и, опять же, если есть свой автомобиль, но тот остров, он огроменный. Там тоже очень много всяких разных пляжей, но там пляж в некоторых местах этого острова, он чуть-чуть будет почище, потому что там людей поменьше. Здесь, конечно, людей побольше, потому что приезжих из Шинджина и Гуанчжоу здесь больше количества, чем на том острове. Объясняю, почему. Потому что этот остров нужно еще доехать по тому мосту и потом уже попадаешь на тот остров и еще едешь там минут 40-час до остальных пляжей. Поэтому там пляжи будут чуть-чуть почище, но нет, не значит, что у нас грязный пляж. На самом деле, у нас, если сравнить с другими пляжами, они более-менее нормальные, тем более на то пошло, я говорю, как есть. У нас часто здесь бывают салюты, особенно китайский Новый год. Китайский Новый год, наш Новый год, у нас тут просто салюты, тут такие салюты, что из-за такого большого количества салютов ты не видишь эти салюты. Вот, и здесь весь пляж будет потом максимально грязным. Но выходишь на следующий день или через два дня на пляж чисто. Почему? Потому что здесь убираются. Поэтому, как бы, конечно, я не говорю за то, что у нас прям супер чистый пляж, но, по крайней мере, нормально. Только что мы подошли к морю, оно было супер коричневое, и теперь вот это все коричневое ушло туда. Это буквально за сколько? Наверное, минут 20. Поэтому на следующий день море будет максимально на что оно, возможно, чистое. А если смотреть еще туда вдаль, ближе туда к мосту или ближе к тому острову, там еще чище море. Поэтому это все временно из-за больших дождей, которые здесь очень часто проходят. Поэтому, если бы не было дождя, кстати, зима, зимой здесь море, ну, не сказать опять, что оно прям прозрачное Мальдивы, но намного чище, чем летом. Возможно, это все-таки все из-за дождей. Какое могу посоветовать на этом районе ресторан и вообще показать, как выглядит? Как красиво, очень красиво. Блин, старею, что замечаю, цветочки всякие. Смотрите, да это красиво. Я не знаю, это как в Майами где-то. Это гонгозский ресторан, меню 43 юаня, 56 юаня. В принципе, это все съедобно, это все очень вкусно. Вот и мясо. 53 юаня за порцию яйцо, мясо, и рис, рыба и все остальное. Советую. Вкусно. Давайте еще раз пройдемся, ну, и покажем то, что не показывали. Вообще, во-первых, здесь очень круто все сделано. Вот даже вот эти камушки белые с газоном, красивые, это вообще как логотип ГТА. Здесь продают напитки, смузи, недорогие, очень вкусные. У меня жена очень часто их заказывает на дом. Здесь тоже очень приятная обстановка после дождика. Есть вот тоже забегаловка, вот такая вот очень вкусная Йошиноя. Не знаю, это на японском или на китайском. Что я здесь кушаю? Вот вкусное мясо, напиток за 36 юаня. Или вот мясо, курица, кола, ну и пепси 38 юаня. Ну или вот остаток. Такой китайский, японский стиль. Очень вкусно. Так выглядит. Можно заказывать на дом. Или нету дождика, можно сесть на улицу. Ну и остальные тут всякие рестораны, тоже еда, пицца, вьетнамская мы уже вам показывали. Ну и в ту сторону кофе, сабвей и так далее. Вот в такую погоду, даже вот смотрите, вот эта обстановка, вот эта обстановка. Похоже, что я в Китае? Такое ощущение, вот Таиланд. Друзья, всем привет, мы в Таиланде, город Паттайя. Ну Паттайя, не такой чистый город. Ну круто, блин, все круто, мне все нравится, но слушайте, когда я бы не переехал бы отсюда, если бы здесь было минимум два, вот кстати, школьница идет, в школьной форме, два портфеля и ноутбук. Значит, что? Здесь есть школа недалеко, и это та школа, про которую мы снимали, вам тоже показывали. Когда я бы отсюда не переехал бы вообще? Если бы здесь было минимум два больших торговых центра, минимум, в которых есть все, если была бы одна огромная больница и здесь были бы какие-то офисные здания, но это имеется в виду, что ты еще можешь туда приехать и даже живя здесь где-то работать. Здесь, наверное, было бы побольше народу. Все-таки народ, не хватает этого. Смотрите, здесь дома, квартиры чьи-то и вот есть вот такая вот штука. Если притронуться, то может стоком ударить. Не по-детски. Поэтому, а вот, даже обозначение руками, если притронуться, то контент не выйдет. Мы этого делать не будем. Я что хочу сказать, здесь, там дальше кинотеатр, мы туда сейчас идем, чтобы вам показать и плюс здесь очень много вот квартир. Но эти квартиры, если хотите купить, то надо прожить и оплатить налог в Китае минимум два года. здесь можно арендовать без всяких налогов. И вот, представьте, вы просто выходите со своего гардена и попадаете вот в такой вот мини-магазин, где есть все. Есть мороженое, вода, крылышки, пельмени, китайские пельмени, есть хлеб, правда, хлеб вот такой вот. Капуста, помидоры. Если хотите знать, какие цены, сколько это все стоит, смотрите лучше мои предыдущие видео про этот район. Там я много, где рассказывал, цены показывал. Просто каждый раз одно и то же показывают. В принципе, цены у нас тут не меняются уже много лет. Вот, кстати, есть один из плюсов, что в Китае живешь и здесь нет никакой инфляции. Все как стоило, все таки остается. Кстати, никого нет. Я не воздержался. Взял мороженое все-таки в туристическом районе. Это наш кинотеатр. Вот представьте, здесь вы живете, а вы большой фанат новых фильмов. Вышли и сразу попали в кинотеатр. Очень круто. Тоже никого нет. Тоже, кстати, один из плюсов. Когда вы заходите в кинотеатр, практически зал огроменный, можно сказать, даже в прямом смысле один там сидите и смотрите фильмы. Здесь можно купить билеты или купить попкорн, колу. Тут есть все. Тут список фильмов, которые сейчас проходят. Правда, все на китайском языке. Я знаю, что многих, возможно, будет пугать то, что зачем ты нам показываешь кинотеатр, если на китайском языке? Мы ничего не понимаем. Окей. Мы не обязательно смотреть на китайском фильмы китайские, хотя вот сейчас это показаны те фильмы, которые сейчас, в данный момент, идут в кинотеатрах. Ну, в основном китайские, но есть очень много американских фильмов, и они показаны только на английском языке. Ну, на самом деле, знаете, если вы приехали, почему бы и нет сходить на китайский фильм? Я знаю, что сложно будет что-то понять, но если вы учите китайский, почему бы и нет? Это круто. Я сам аж захотелся уйти, но не сейчас. Надо работать с мороженым. с мороженым.